я всех приветствую в данном видео я хотел бы рассказать о том что делать если вы захотели с помощью программы 3d рипер dx достать контент из нужной вам игры пытаетесь запуститься значит рипером но при этом у вас ничего не получается игра либо крашится то есть вылетает либо запускается но при этом услуги самого рипера вам не доступны то есть он попросту не работает так я на примере двух игр вам покажу рейс драйвер грид и far cry 3 итак в чем у нас вообще секрет состоит все очень просто а дело в том что программа 3d рипер dx она была написана когда еще трехмерные приложения игры работали на директ x вот этих вот версий 9 8 6 то есть во времена еще windows xp старые добрые времена но но как говорится ничто не вечно под луной и написали новые айпи появился десятый айпи windows виста потом это все лагало в общем жутко там какие-то были не оптимизированные вещи все это довели до ума и появилась значит у нас новый директ x11 и слава богу windows 7 а потом 8 10 так вот то есть современные игропромы у нас он в основном использует уже в качестве фреймворка ну не фреймворка в качестве апи директ x11 но некоторые там еще и на десятых могут запускаться в общем а 3d рипер у нас поддерживает только вот эти вот старые версии директ x и скорее всего если у вас происходит эта вот ошибка с вылетом игры или у вас просто не запускается сам рипер игра запускается но рипер нет скорее всего по умолчанию игра просто напросто работает на более в свежих версиях директ x и естественно здесь напрашивается решение проблемы напрашивается сама собой то есть нужно принудительно попробовать запустить эту игру на старой версии директ x а как это сделать очень просто да то есть нужно просто зайти и в корневую папку нашей игры и так вот у нас exe файл и пойти сюда правой кнопкой зайти в свойства и значит объекта и в по вкладочке совместимость режим совместимости попробовать запустить ее с windows xp например ну вот я вот такой если я сейчас буду ее запускать по умолчанию как она есть то посмотрим что к чему это у нас приведет вот я пытаюсь по умолчанию значит запустить грит и вот у меня ведь выходит проблема то есть ошибочка и что у нас даже не запустилась теперь мы снова идем свойства совместимость и запускаем режиме совместимости с windows xp применим окей так так вот мы значит в игре ready to capture в левом верхнем углу у нас горит все нажимаем m12 10 и у нас пошел рип благополучно игра подвисла как и должно быть пока наш рипер значит скопирует все что нужно в видеопамяти так все выходим в видеопамяти и это это и от и и и и и и и Так, вот таким вот образом, если мы сейчас заходим в документы, 3D Reaper DX Frames, то вот у меня, видите, уже два фрейма, сегодня я его бы сделал. Так, и в завершении данного видео хотел бы еще раз сказать, что могут быть такие игры, что вам даже не нужно будет никакие режимы совместимости там трогать, менять что-то, флажки там в .exe файлах. Например, у меня есть Far Cry 3, вот установленная Deluxe Edition, пиратка правда. Я не знаю, как в лицензионной версии, но вот в этой версии сборки, если я захожу в папку BIN, смотрю, у меня тут экзешников дофига есть, вот для редактора экзешников, для какого-то обновителя, апдейтера, в общем. И здесь у меня для запуска игры целых два экзе файла, то есть Far Cry 3 и Far Cry 3 D3D 11.exe, да, то есть, понятно, что здесь имя экзе файла прозрачно намекает на то, на его, так сказать, предназначение. То есть, если мы хотим запустить игру, чтобы она шла под DirectX 11, то нужно запускать вот этот вот экзе файл. Если мы хотим под старый MAPID, например, под девятым DirectX запустить, то нужно вот это вот. Не трудно догадаться, что в этом случае нам просто в настройках 3D Reaper, да, то есть в окне вот этого 3D Reaper нам необходимо сослаться именно на экзе файл, который не D3D 11, а который просто Far Cry 3, вот, то есть элементарно и просто. Вот, то есть я иду сюда и выбираю вот этот вот экзе файл. Нажимаю Launch, игра запустится и 3D Reaper будет при всём работать, то есть не верите, можете сами проверить. Итак, на этом буду закругляться. Если вам это видео поможет решить ваши проблемы, я буду очень рад и до следующих видео.